Дачный сезон не за горами. И скоро мы займемся рассадой и приобретением посадочного материала. Это могут быть как ягодные, плодовые, так и декоративные культуры. И как не наделать ошибок, я сегодня хочу поговорить со специалистом управления Русейхознадзора по Самарской области Натальей Анатольевной Рыжковой. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, какая основная задача вашего отдела в весенний период? Одной из наиболее важных задач, стоящихся перед специалистами отделов санитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и безопасности зерна управления Русейхознадзора по Самарской области, является контроль за качеством семян овощных и цветочных растений, реализуемых в магазинах и торговых точках города Самары и Самарской области. Наталья Анатольевна, какие нарушения выявляются чаще всего при продаже семенного и посадочного материала? Наиболее частым первонарушением является реализация семян посадочного материала без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества, а также застёкшим сроком действия документов о всхожести. Нередко выявляются случаи реализации семян овощных и цветочных культур, сортов, не включённых в государственный реестр, селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Самарской области. Выявляются нарушения в несоответствии требованиям ГОСТов упаковки и маркировки пакетированных семян, а также нередко встречаются случаи, когда внешний вид саженцев и посадочного материала не соответствуют требованиям ГОСТов. Например, саженцы реализуются облиственные, иногда с цветом, что недопустимо. Также явные признаки усыхания корневой системы, либо многочисленные механические повреждения скелетных ветвей и надземных частей посадочного материала саженцев. Кроме того, нередко отсутствуют этикетки с указанием информации о культуре, сорте и категории посадочного материала. Особое внимание следует уделить к качеству упаковки. Согласно законодательству Российской Федерации, каждый пакетик семян овощечных и цветочных культур, находящихся в розничной реализации, должен содержать следующую обязательную информацию. Наименование, адрес и телефон контакта организации продавца семян. Наименование, культура в соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию территории Российской Федерации. Обозначение государственного стандарта на сортовые пассивные качества. Кроме того, на каждом пакетике чернилами любого цвета должны быть проставлены номер партии, количество содержимых семян в пакетике, оно может быть как в количестве, так и в граммах, и срок реализации. Следует отметить, что вне зависимости от указанного срока реализации, учитывая, что всхожесть может измениться в зависимости от условий и длительности хранения, все семена овощных и цветочных культур регулярно проходят перепроверку данного показателя. Репродукционные семена проходят проверку через каждые 6 месяцев с момента последнего проведения анализа на всхожесть. Оригинальные семена упакованы в бумажные пакетики каждые 8 месяцев. И элитные семена, которые упакованы в бумажные пакетики с полиэтиленовым вкладышем каждый год. Наталья Анатольевна, давайте подытожим. Чем опасны нарушения, допускаемые при продаже семенного и посадочного материала? Нарушения законодательства, допускаемые при реализации семян овощных, цветочных и плодово-ягодных культур, приводят к тому, что на садовые, огородные и дачные участки могут попасть семена непроверенного качества, несоответствующие требованиям государственных стандартов. Они могут быть поражены карантинными вредителями, болезнями, содержать в себе злостные сорняки, болезни. Это могут быть генномодифицированные семена, семена нерайонированных сортов. Все это в конечном итоге приводит к снижению урожайности и гибели посевов, посадок. Приобретать семенной и посадочный материал лучше всего в специализированных магазинах, которые ранее себя зарекомендовали. При этом избегать приобретения семенного материала на рынках, на несанкционированных торговых точках. Наталья Анатольевна, я благодарю Вас за очень полезную и своевременную информацию. Мы всегда рады помочь по всем спорным вопросам, возникающим при приобретении семенного и посадочного материала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!